Сильным духом равные возможности. Баннер с таким лозунгом украшает стену нового спортивного зала для людей с ограниченными возможностями отнюдь не случайно. Ангарские инвалиды ежегодно занимают призовые места на турнирах областного и всероссийского значения. Вот только тренироваться до недавнего времени приходилось почти в полевых условиях. На презентации зала собрались те, по чьей просьбе был открыт новый спортивный объект и те, кто приложил для этого все усилия. Это будет точка общения, это будет точка, которая будет притягивать вас, вы будете знать, что это именно для вас, что здесь вы можете реализовываться и возможности что-то открывать для себя новое. В новом зале на улице Гагарина созданы все условия для тренировок людей с ограничениями в здоровье. Вход в помещение оборудован удобным пандусом для подъезда инвалидов-колясочников. Тренажеры рассчитаны на все группы мышц. Со спортсменами будут работать опытные инструкторы, имеющие медицинское образование. Всего на оборудование зала из бюджета был выделен 1 миллион 158 тысяч рублей. Министерство предоставило порядка на 300 тысяч тренажеры. Купили по финансированию Ангарского городского округа по просьбе колясочников два тренажера. Конкретно для колясочников, что на коляске можно подъехаться и позаниматься. Новые тренажеры стояли без дела совсем недолго. Первые занятия начались уже после официальной церемонии открытия. Зал хороший. Мы тут часто только приехали. Просторный, светлый, теплый. Тренажеры хорошие на первый взгляд. Ну, я думаю, все у нас тут получится и все будет хорошо. Члены инвалидных организаций заверили, что с открытием нового зала желающих поправить свое здоровье с помощью лечебной физкультуры станет значительно больше. Сейчас администрация организовывает поездки до места занятий и обратно с помощью СТС. А в ближайшем будущем автопарк службы планирует увеличить дополнительными специализированными автобусами для перевозки людей с ограниченными возможностями. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Местное время.